здравствуйте в эфире программа городские встречи в гостях у меня сегодня полина шульгина клинический психолог а полина здравствуйте здравствуйте говорим мы сегодня о созависимости вот скажите во первых что это такое что воображение рисует но на самом деле массу всего вот когда я слышу я с вами соглашусь воображение действительно рисует большие картины на самом деле созависимость это неофициальное заболевание неофициальное название это скорее термин который используют психологи для того чтобы описывать некоторое состояние дисфункциональное в жизнедеятельности человека при котором человек живет так что полностью свою жизнь посвящает жизни другого человека поглощен жизнью другого человека и изо всех сил старается контролировать жизнь другого человека и что самое важное при этом этот человек которого называются зависимым упускает важные потребности своей собственной жизни теряет их и не реализовывает от все образы которые вот наркотики сигареты там и многое другое это как бы не имеют отношения но тем не менее наверное такая вот привязанность к человеку это тоже какая-то сродни наркотической получается зависимость наталья здесь есть связь на самом деле во первых созависимость это действительно зависимость от человека который зависит от например наркотиков или от алкоголя или является трудоголиком то есть зависит от своей работы и такая система где есть зависимый от например химического вещества я имею ввиду семейные системы или парная любовная или детско-родительская например дети алкоголиков если сам алкоголик является зависимым то дети жены ну или там супруги точнее являются уже созависимыми они стараются изо всех сил контролировать поведение своего родного человека и полностью погружены в его жизнь но вот если взять например там у курения или что-то счета то есть человек в принципе понимает наверное да что он от этого зависит и наверное приходят какие-то мысли в голову что а не плохо было бы от этой зависимости избавиться но вот как здесь быть это наверное сложнее все таки да отдать себе отчет понять что ну все ты зависишь от другого человека я согласна с вами это действительно так зависимость от химического вещества она более осознаваема нежели зависимость от контроля жизни другого человека созависимые действительно почти никогда не опознают себя как созависимые и редко когда обращаются за помощью это правда вот какие признаки нужно у себя обнаружить чтобы действительно обратиться за помощью ну во первых нужно себя честно спросить проживаю ли я свою собственную жизнь или живу жизнью другого человека родного либо там супруга супруги это важно точно можно заподозрить созависимостью взрослых детей алкоголиков например или наркоманов так как в нашей российской системе очень много алкоголих правильно сказать алкоголе зависимых семей скажем так следовательно есть как зависимые так и созависимые для того чтобы успокаивать немножечко человека который находится в зависимости люди начинают вырабатывать себе такие черты поведения которые как раз их и делают созависимыми ну наверное многие люди вот как бы вообще этого не осознают да и в принципе живут нормальную жизнь не осознавая того что у человека какие-то проблемы что что-то не так привыкают в конце концов вот насколько важно это осознать это точно тут слово привыкание очень метким является потому что созависимость это как уклад жизни это не то что появилось и исчезло скорее человек когда-то приспособился к этому и продолжает так жить постоянно для того чтобы задуматься о себе являюсь ли там я созависимым или кто-то из моих родных созависимыми можно посмотреть на поведение на то как выстраивает но этот конкретный человек отношения с другими людьми хорошо ли он понимает и чувствует свои собственные потребности может ли он их реализовывать не ориентируясь на мнение других людей может ли говорить нет другим людям как сильно зависит его мнение о себе от мнения других людей о нем скажите еще опять же такая аналогия между там какими-то другими зависимостями да то есть но вот когда мы едим шоколад я вот завишу мне кажется от шоколада да то есть его мозгу там выделяются эндорфины или что-то подобное то есть получает человек удовольствие да и вот многие наши зависимости можно вот как бы объяснить именно с физиологической точки зрения вот зависимость человек человеком от человека она как-то вот объясняется это скорее психологический термин не могу сказать меняется ли психофизиология при этом но точно психическое функционирование меняется точно и однозначно сам факт что созависимый выбирает центром вселенной и точно центром своей жизни другого человека уже является изменением и нездоровым изменением на самом деле удивительно что когда исчезает этот центр вселенной созависимые легко находят новый центр вселенной который снова будет выглядеть в каком-то другом человеке обычно люди созависимые но не делают себя созависимыми по доброй воле скорее они пытаются поддержать некоторую иллюзию о себе таким образом заслужить доверие заслужить уважение собственную самооценку поднимать таким образом заботясь о другом человеке реализовывая потребности другого человека забывая о себе то есть получается что все таки самое главное это то что человеку чего-то в себе не хватает да насколько важно вообще обращаться к психологу важно во первых по двум моментам первый момент это тот момент что даже если на психотерапию придет человек созависимый например родственник алкоголика не сам алкоголик будет меняться поведение созависимого и как следствие поведение самого алкоголика тоже будет меняться следовательно климат в семье изменится к лучшему это во первых а во вторых само отношение самоотношение созависимого тоже будет меняться его самооценка подрастет он сможет отвечать людям нет например в тех местах где это уместно отвечать наконец сможет взять ответственность за свою собственную жизнь и точно начнет меньше контролировать но в идеале вообще перестанет контролировать жизнь другого человека признает другого человека там члена семьи либо партнера по любви полноценном то есть способным взять ответственность за свою собственную жизнь и тогда каждый будет при своей ответственности при своей собственной жизни вот чаще женщина и зависит от мужчины или мужчины от женщины но если брать какую-то такую поверхностную статистику я скорее скажу пока что от себя я наверное не располагаю статистикой то да конечно женщины чаще является созависимыми ну а мужчины являются зависимыми можно сказать что наша такая история и советского союза и наших всех воин способствовала тому что образ мужчины воспринимался как не совсем способный как тот образ который нужно было обихаживать поддерживать полин а вот тем не менее как часто обращаются психологу за помощью обращаются прямо по этой теме чрезвычайно редко потому что сейчас об этом еще мало говорят в нашей российской культуре стали много говорить о зависимом поведении очень много мероприятий направленных на восстановление и реабилитацию наркоманов алкоголиков и даже трудоголиков москве даже распространены кружки для сексоголиков скажем так реабилитационные а вот для родственников этих людей в москве больше в рязани совсем практически нет но все же сейчас и в рязани мы начинаем об этом говорить с этой темой редко приходят на индивидуальную терапию психотерапию я имею ввиду однако эта тема вскрывается когда так или иначе человек начинает жаловаться на то что как-то сильно не удовлетворен своей жизнью либо не получает благодарности от какого-то конкретного человека либо слишком много контролирует и устал от этого да сейчас в рязани помимо индивидуальной терапии начинают проводиться и групповые работы по проблеме созависимости ну и какой-нибудь самый главный совет самый главный совет для чего для того чтобы вот как-то найти проблему решить проблему быть здоровыми да отлично я считаю что для того чтобы быть здоровыми во первых нужно хорошо уметь чувствовать себя чувствовать свои потребности ну и как-то честно себе признаваться центром своей вселенной являюсь я или какой-то другой человек если какой-то другой человек это не очень хороший признак хорошо бы чтобы в основании своей собственной вселенной все-таки стояли мы сами с нашими потребностями которые можем реализовывать и тогда будучи сильными сами мы можем видеть силу в других людях и отдавать ответственность наших родных скажем так им за их собственную жизнь но и нашу ответственность за свою жизнь брать сполна ну что ж спасибо вам огромное нашим телезрителям напомню в гостях у меня сегодня была полина шульгина на клинический психолог это программа городские встречи увидимся удача 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 Продолжение следует...